Друзья, приветствую! Алексей из Москвы прислал образцы масла Liqui Moly TopTec 4200, дизель 530, это C3 масло среднезольное, так вот баночки с розовыми крышками и описание автомобиля Audi турбодизель объемом 4.2, значит код мотора БТР, видимо мотор от БТР стоит, шучу конечно, так я немножко здесь замажу координаты Алексея и можно приступать к созданию талона. Так, подписал я крышечки уже, приступим, как говорится, сейчас покажу вам спектрограмму, значения, так вот такая спектрограмма, видно такие горбы здесь небольшие, но они есть, смотрите салицилаты и вот 1700, есть небольшой такой излом, 0,12, значит это примерно соответствует двум процентам эстеров, то есть и салицилаты есть и эстеры, такое масло современненькое, должно быть крепенькое. Так, противоизносных присадок, начальный уровень 93 процента, тоже очень хороший, тем более для C3, и кислотное 1.98 и щелочное 5.8, вот здесь я честно говоря и подзавис и меня там кое-что сбило, то есть накосячил я. Приношу извинения Алексею, сейчас в конце видео после прогноза я все объясню, исправлю и покажу корректный прогноз. Так, можно приступать к проверке отработки, те данные я оставил, значит это Audi Q7, как я сказал 4.2, турбодизель 326 сил, 86500 пробег, небольшой пробег для для дизеля, тем более такого мощного, на масле 16500 и при средней скорости 34 километров в час 485 моточасов. Так, в отработке 58 процентов противоизноски, гликоля нет, нитрова не окисления на нормальном уровне, посмотрите для такого пробега какая низкая сажа. Прекрасно работает топливная аппаратура 0.31 по саже, вообще супер. Так, кислотная 358 на 1.6 выросла, но это посмотрите сколько пробега здесь на этом масле. И самый, конечно, болезненный вопрос и странный, это четыре десятые щелочного, это вообще какой-то космос, что-то совсем невероятно. Я сначала подумал, владелец использует при каждой заправке топливные присадки, ликвеймоли, еще какие-то. Я сначала подумал, что это связано с этим, но потом на монтаже я нашел ошибку все-таки свою и сейчас вам ее покажу. Так, сейчас покажу опять же сравнение вязкости. Судя по цвету свежего, я бы сказал, что в нем есть ПАО. Может я ошибаюсь, но мне кажется, есть там ПАО в каком-то количестве. Так, смотрите, смотрите, что с маслом произошло. Очень сильное загущение и эта линейка говорит нам, что это перекат, то есть подтверждает измерение прибора, что масло ушатано уже, перекат 60 процентов из 100. Это очень сильное загущение. Отметьте, пожалуйста, видение, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. И это не сажа, которая, многие говорят, что сажа загущает. Сажей здесь совсем немного. И вот такой прогноз получился. Смотрите, 265 моточасов по мощным нейтрализующим свойствам, но это явный провал. По нитрованию вопросов нет, почти 900 моточасов. По вязкости вопросы, как говорится, есть загущение, но данные по моющим нейтрализующим некорректные. То есть здесь не 265 моточасов. Повторюсь, во время монтажа я нашел свою ошибку, понял, где я не доглядел и сейчас ее объясню, как это произошло и постараюсь исправить. Значит, на монтаже я полез искать данные от производителя. Сразу почему-то я их не нашел. И вот такие данные. Сам производитель заявляет восемь с половиной щелочной. С учетом разницы ГОСТов минус полторы. То есть на приборе должно было быть не менее семи единиц щелочной. Прибор коррелирует с ГОСТом для отработки. Далее. Я, когда проверял масло, опирался на данные с одного известного ресурса и здесь указано 6,6 щелочной. Я подумал, что это ГОСТ для свежего, а это оказалось ГОСТ не свежий. ГОСТ это ГОСТ 350. Это у нас, получается, сильные кислоты. То есть вот здесь ошибка. Вот надо было на эти данные опираться, хотя они тоже занижены. Ну и вот посмотрите, как я сейчас пересчитаю. Значит, как я считаю. Ресурс масла, грубо говоря, это разница между кислотным и щелочным. Начально я намерил 5,8 и 1,98. У меня получилось между ними разница 3,82. Корректные данные были бы, с учетом двух процентов полиэстеров. 7 минус 1,8. Кислотное и 7 щелочное. Получилось бы 5,2. Тот прогноз, который я сделал, 265 моточасов, я разделил на некорректную разницу. У меня получилось, что на одной единице масло может отработать 69,37 моточаса. И потом эту цифру, 69,37 моточаса, я умножил на 5,2 на корректную разницу. И получилось, что данное масло способно отработать 360 моточасов. 360,7 моточасов. То есть это вот корректный результат. Я приношу извинения Алексею, что я ввел его в заблуждение, но честно скажу, не со злым умыслом. И тем не менее, на масле перекат 125 моточасов. И вы видели, да, какая разница в загущении может быть. У нас есть перекат, у нас есть образование всяких там соединений. И даже в дизеле посмотрите, как масло загущается. Вот отсюда и есть вот это выражение, вскрыли там страшилки, да, эти гаражные. Вскрыли масло, а там гуталин. Вот, когда перекатывать, если перекатать там по городу, например, там, я не знаю, многие не задумываются, да, там, 10 тысяч по городу, а средняя скорость там, я не знаю, там, 15 километров в час. Перекатали эти там 300-400 моточасов и получаем реальный гуталин, потому что масло загущено до такой степени, что вилы. Я не вижу здесь проблемы, там, например, с бедной смесью, с чем-то. Хотя, ну, возможно, ну, не вижу. Там ни окисления, ни нитрования не выскакивает. В общем-то, все как и должно быть. Здесь вот я вижу проблему только с перекатом. Вот такой получился тест. Вот. Благодарю Алексею за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.